Меня зовут Инталия, я из Беларуси и приехала учиться на интенсив английского языка. На самом деле у меня уже есть специальность, просто я поняла с течением времени, что это не то, чем я хотела бы заниматься в жизни, и мне нужен был хотя бы год, чтобы привести мысли в порядок и понять то, чем дальше хочу заниматься. Но в это время можно получить какие-то новые знания, почему бы и нет. Лепешки, наверное. Это что-то из детства такое, когда папа к вечере готовился и отдельное противень мне делал. Это было очень вкусно. И это то же самое, только жирненькое. Наверное быть счастливой в любых обстоятельствах просто, независимо от того, что тебя окружает. На самом деле меня вдохновляют интересные люди, меня вдохновляет то, когда у меня что-то получается, и я понимаю, как в этом развиваться и куда-то идти дальше. То есть какой-то успех, возможно чужой, возможно мой. Меня очень сильно вдохновляет. Ой, я это знала, когда я сейчас поехала домой на выходные. Я поняла, что неделя дома проходит настолько быстро, а на учебе два дня просто кажется целой вечности. Наверное, смотря на сколько бы я туда отправилась. Потому что если ненадолго, то можно там друзей взять. А если надолго, то лучше что-то полезное, какие-то наборы для выживания. Наверняка. Мне кажется воспитанность. Я очень люблю парней, да и в принципе людей, которые ведут себя достойно, и которые, видно, что родители в них вложили очень много мудрости. Не знаю, мне кажется, какая-то хорошая шутка просто. Или человека, которого я давно не видела. Я бы вкусно покушала. Я бы встретилась с друзьями. И, наверное, море. Это то, чего я хочу сейчас уйти. Не знаю, мне кажется, я бы полетела в Австралию, потому что в любую другую страну вероятность купить билет гораздо больше у меня самой. Поэтому это такая самая тяжелая для меня лично была бы покупка. Поэтому в Австралию. Ну, у меня есть с чем сравнивать. Я закончила университет. Обычный, государственный. И это совершенно по-другому. Отношения преподавателей. Как минимум, все занятия начинаются с молитвы. Сначала это было очень непривычно. И сразу ты садишься, ты уже начинаешь что-то делать. И потом, ой, помолиться. Ой, и вот это постоянное напоминание. Ну, и когда у тебя нет никаких проблем с пятницы, субботы. Это вообще просто. Что-то невероятное. Мне кажется, что каждый человек в своей жизни должен пережить какой-то особенный опыт с Богом. И когда ты приезжаешь в Заокске, здесь это просто место для того, чтобы это сделать. И это что-то особенное в твоей жизни. Если человек сюда приезжает, он не уезжает отсюда, во-первых, одиноким. И он не уезжает отсюда таким же, какой он приехал. Это бесценный опыт.